Евгений Владимирович, пожалуйста, фестиваль, два дня, насколько значимо, почему решили провести его второй раз? Ну, во-первых, Пензикий край начинался с казаков. Мы знаем прекрасно, что осваивали территорию именно казаки. Затем, после того, как Пенза, как город-крепость, уже встала на Сурья, соответственно, оказачивали здесь население и дальше направляли на свои новых южных рубежей. Поэтому мы можем с полным правом говорить, что Пензикий край – казачий край, это его история, это его родословная. И, соответственно, мы второй раз проводим фестиваль, потому что он еще и стал востребованным очень жителями города Пензи, Пензской области. Ну, мы помним, это 305 лет мы отмечали в городе Пензи, и вот именно в дни празднования юбилея Пензи этот фестиваль впервые у нас прошел. Соответственно, масса положительных комментариев, пожеланий, то есть также проводить его в последующие годы, соответственно, мы и проводим. В этом году у нас несколько инноваций. Первая инновация, конечно, заключается в том, что участие в финансировании этого фестиваля принимает Министерство культуры Российской Федерации. Наш проект отмечен на федеральном уровне, соответственно, и с помощью Министерства, его ресурсов, в том числе административной поддержки, мы пригласили на фестиваль коллективы, ну, такие казачьи, исконные, да, то есть, в частности, вот «Казачий круг» — это Ростов-на-Дону, да, то есть это настоящая казачья культура, неподдельная, поэтому я думаю, что всем будет очень интересно познакомиться. Всего участие примут более 20 коллективов пензенских из Пензы, города Пензы, Пензской области, регионов Российской Федерации. И вот два дня — это такая обширная очень такая, я считаю, мозаичная программа, потому что первый день — это начало вот здесь, на площади перед киноконцентным залом, не только песни на открытой сцене, соответственно, и контент культурный, то есть интерактивная работа площадок, это мастера народно-художественных промыслов здесь представят свою работу, различные интерактивы, катание на лошадях, в том числе, для детей. То есть здесь площадка, в целом вся площадь будет работать, значит, потому что фестиваль-то у нас не казачья песня только, а казачья культура в целом. Вот, поэтому все, кто желает пожить два дня, вот, как говорится, как в казачьей культуре, что называется, они могут сюда подойти и вместе поработать. В 19 часов мы начинаем работу на открытой сцене наших коллективов песенных, в 16 часов в субботу состоится церемония торжественного открытия фестиваля, здесь уже будут работать наши гости в том числе, и в 18 часов концерт большой, здесь на площадке областной филармонии, принимает участие в основном пенецкие коллективы. Второе отделение отдаем полностью, значит, Сугуняку, значит, нашей казачьей заставе, потому что они будут выступать здесь с новой программой. Значит, второй день, соответственно, здесь же у нас начинается 18 часов гала-концерт, и тут мы уже даем одно из отделений казачьему кругу Ростов-на-Дону, то есть гости наши будут выступать, я думаю, что в целом два дня праздник проходить будет очень интересно, очень занимательно для людей, поэтому приглашаем Пензу, Пензскую область, значит, вся площадь, наши главные концертные площадки будут работать на этот фестиваль.